Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире программа «Тема дня». Мы работаем в прямом эфире, ведущая в студии Ирина Чекунова. Совместно с сотрудниками Госавтоинспекции мы продолжаем цикл программ на радио Монте-Карло в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Сегодня мой собеседник Александр Григорьев, старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отдела госавтоинспекции УМВД России по городу Твери. Александр, здравствуйте! Здравствуйте! Продолжаются летние школьные каникулы, которые приносят с собой очень много хлопот не только часто родителям, но и, прежде всего, инспекторам госавтоинспекции, сотрудникам. Я знаю, что госавтоинспекция уделяет огромное внимание профилактической работе. Когда начались, наверное, сейчас ваши поездки по оздоровительным лагерям? Плюс ко всему добавилось ещё и это. Ну, опять же, наверное, начну с самого начала, потому что, что касается летних каникулов, многие, да, когда дети уходят на каникулы, забывают про соблюдение права движения. Школа закончилась. Можно отдыхать. Мы, да, всё отдыхаем. Ну, вот мы так порой детям говорим, перед тем, как их отпустить на каникулы, перед тем, как отпустить, мы приходим всё ещё, да, вот в школы и проводим занятия перед каникулами. Напоминание о том, что летом необходимо им сделать. И напоминание есть такое, у ПДД каникул нет. Соответственно, да, не знали, да? Да, нет. Мы всё время детям напоминаем это правило, потому как у самих-то детей каникулы начались. Но на дорогах, да, и каким бы участниками дорожного движения они не были, всё те же правила есть, существуют. Взрослые всё так же на дорогах в качестве водителей находятся, куда-то передвигаются, по работе, не по работе, по каким-то делам. В городе транспорта всё так же много. Соответственно, кем бы ни были наши дети в качестве участников, это и пешеходы, и велосипедисты, да, ну и пассажиры в том числе, не должны забывать про соблюдение правил дорожного движения. Да, а некоторые водители, да, они же, может, они знают, что, по идее, каникулы у школьников, но у них-то каникулы нет, и поэтому всё продолжается как в том же ритме. Всё верно. Перед каникулами, ну вот опять же, да, вот в текущем году у нас произошёл рост дорожных транспортных происшествий с участием детей. Видя эту ситуацию, увеличили количество посещений школ. Именно перед началом каникулы, да, когда вот заканчивалась учёба, максимально охватывали школьников, ну и больше, наверное, конечно, подростков. Такой возраст 13-16 лет, которые чаще вот, будучи пешеходами, управляя какими-то устройствами, больше находятся на дороге. Я помню, что вот несколько лет назад вместе с инспекторами ГИБДД тогда ещё, сначала привыкали к ГИБДД, сейчас вновь возвращаемся к ГАИ, да, приходили на родительские, финальные родительские собрания, и, к сожалению, я видела, что инспектор даже вот больше вот в разум ребёнка вкладывает, а некоторых родителей непонимание. Для чего это надо? Не слушают или спорят, или говорят, а зачем нам это надо? Родители, к сожалению, порой, ну, недооценивают, наверное, ну, либо не понимают опасности, что может произойти с их ребёнком. Многие считают, что это, наверное, произошло, либо происходит с кем-то, но не с моим ребёнком. Поэтому, да, приходим в конце учебного года, опять же, на родительские собрания, к сожалению, все родительские собрания, нам не охватить их, порой в день, ну, когда у нас всего 56 школ в городе, опять же, 200 сейчас новых построили, в день, это, опять же, вечернее время, родительские собрания, бывает по 4 родительские собрания, по 5 родительских собраний, на всего 2 инспектора. У вас всего двое на весь город. Да, когда мы посещаем родительские собрания, нам физически не охватить, записываем обращения, обращения, опять же, либо на родительских собраниях в школах, либо в родительские чаты. Уже администрация школы рассылает с напоминанием о таких самых основных моментах, что необходимо делать детям, да, вот, как безопасно находиться на каникулах. Саша, а вообще что лучше учат? Ну, как показывает история человечества, лучше учат отрицательный пример. Да, чтобы вот как-то они поняли, что дорога – это опасно. Показывать страшные аварии, последствия, рассказывать страшные случаи. На что вы упор делаете? При проведении собрания, ну, сначала, в целом, да, в целях профилактики, мы и рассказываем родителям о том, какие происходят ДТП, на что обратить внимание. Ну, и, конечно же, наглядно, какой-то, да, наглядный материал – это презентация, фото дорожно-транспортных происшествий, либо видео различных дорожно-транспортных происшествий. Это больше влияет уже на подсознание взрослых, что это всё-таки реально происходит. И все вот эти дорожно-транспортные происшествия мы берём с наших дорожно-транспортных происшествий, которые происходят в городе. Это не где-то мы в интернете, в Ютубе накачали, так сказать, у кого-то скопировали. Мы сами из дорожно-транспортных происшествий, сейчас многие ДТП происходят, и всё это на видеорегистраторах есть у самих участников, либо с камер наблюдения, как происходит ДТП с участием пешеходов, в том числе и детей, какие нарушения они делают, да, либо взрослые, когда управляют транспортом. Почему происходит это ДТП? ДТП, конечно же, наглядный материал, он самый, наверное, действенный. И ещё раз говорите родителям, если хочешь уберечь своего ребёнка, как вот дорога в школу и обратно, да, если маленький ребёнок, пройти вместе, объяснить, показать, что это за знак, что это означает, да. Ну вот как с нуля, как вы же работаете с детсадовскими детьми? Ну мы начинаем, да, с детсадовскими работами, но всё-таки, которые дети ходят в садик, они, прям, что так же всё равно сами-то и не приходят, их родители привозят. Мы больше с ними играючи какие-то в играх, там проводим какие-то мероприятия познавательные, про пешеходный переход, про велосипеды, про те же кресла. У нас с собой, да, привозим и детское кресло, там кукла у нас большая. Мы показываем, какие бывают моменты, если всё-таки пристёгнуты, либо не пристёгнуты. Что касается уже первого класса, здесь начинают многие уже с первого класса, если непосредственно близко к школе какой-то живут, да, вот, как правило, возле школы находится дом, начинают сами ходить. Буквально несколько раз родители провели этот путь, и дальше ребёнок ходит сам. Что здесь обратить внимание? На так называемый безопасный маршрут «Дом-школа-дом». Безопасный маршрут может не обязательно быть коротким. На пути школьника может быть несколько пешеходных переходов. Но есть пешеходный переход нерегулируемый, так называемый, без светофоров. А если буквально чуть-чуть подальше пройти со светофором, то, соответственно, здесь будет безопаснее. И взрослому нужно сделать акцент именно на переход в этом месте, где будет однозначно безопаснее. Потому что нерегулируемый пешеходный переход, опять же, многие и забывают про то, что здесь небезопасно переходят, много происходит происшествий, даже на таком пешеходном переходе. Соответственно, взрослый самостоятельно должен показать своему ребёнку, потому что безопасный маршрут, он индивидуальный. Не как у школы есть какой-то маршрут безопасный, он вблизи школы существует. Но ребёнок идёт по своему маршруту, место жительства, да, вот в разном месте, может быть, вдали школы, поблизости, несколько пешеходных переходов, просто один пешеходный переход. Взрослый сам должен пройти с ребёнком и показать эти моменты, на что обращать внимание при переходе дороги. С детьми-пешеходами мы разбирались и в нашей прошлой программе подробно всё объясняли. Но тем не менее, сами родители, возвращаясь, иной раз своим чадом покупают те же самые мотороллеры, мопеды или что-то вот хотят сделать такой подарок. А ведь были же случаи, когда гибли дети на дороге, которым и не дозволено было въезжать на проезжую часть. Были такие происшествия, в текущем году, опять же, уже есть такие происшествия, когда дети, управляя мототехникой, не достигшие возраста, когда можно приобрести водительское удостоверение от учившейся в автошколе, у нас 16 лет первая категория, категория М, любая мототехника с объёмом двигателя до 50 кубиков, мопед, скутер. Но многие родители покупают ребёнку за хорошую учёбу, ещё за что-то на дни рождения, на Новый год, такую мототехнику. А вообще-то 16 лет, да? 16 лет только можно управлять при наличии водительского удостоверения. А такой подарок, это опасный подарок, когда родители приобретают, так сказать, ребёнку, наверное, такой очень классный, который он долгожданный, но он не умеет управлять, нет навыков управления, если он не отучился в автошколе. Он не может двигаться по дорогам общего пользования. Ну, приобретая такую игрушку, мы называем, да, это опасная игрушка, многие считают, что весело, задорно, опять же, ничего страшного, но происходит дороже транспортное происшествие, и, опять же, с серьёзными последствиями. Хотелось бы напомнить, что только при наличии водительского удостоверения после 16 лет можно приобрести, чтобы ребёнок управлял по дорогам общего пользования. Сельская дорога из деревни в соседнюю деревню такая вот является дорогой общего пользования? Конечно, если это дорога, по ней передвигается транспорт какой-либо, это дорога общего пользования. То есть все правила относятся, и если, допустим, родители отправили к бабушке в деревню или на дачу, и успокоились, что всё там-то нормально. А в деревнях как раз есть мотоциклы, много на мотоциклах катаются ребята-подростки, начиная, наверное, с 12-13 лет уже мотоциклами управляют. Вот выявляем очень много таких фактов управления несовершеннолетними на мототехнике. Ну и, к сожалению, опять же, ДТП происходит с их участием. Александр, говорили о том, что вы по возможности пытались посетить как можно больше родительских собраний сразу по окончании, вернее, учебного года, вернее, когда этот ещё учебный год заканчивался, были школы. Теперь каникулы. Упоминали, что часть детей поехали к бабушкам, часть вместе с родителями куда-то отдыхать, но многие в лагеря, в оздоровительные лагеря. И у вас здесь началось тоже, да? Конечно же, в летний период, а также наша работа не заканчивается. Если вдруг, да, многие считают, что, ну, у детей школы закончились, то и у нас работы нет. Но есть, опять же, пришкольные лагеря целый месяц, ну и, опять же, загородные лагеря. Это я хотела сказать, что у сотрудников госинспекции тоже лозунг «нет каникул». Каникул так же нет, да. Дети всё равно где-то находятся. Посещаем пришкольные лагеря изначально, максимально охватываем этих детей. Ну и, опять же, загородные лагеря. Всего у нас получается 4 смены, каждую смену 9 у нас загородных лагерей на территории Калининского района. В каждую смену мы всё равно допосещаем. Разная у нас направленность, это и в целом и профилактика, то есть рассказываем, показываем различными методами в клубе, да, то есть на территории лагеря клуба так называемые есть, где можно не просто с детьми поговорить, пообщаться, но и показать в том числе. То есть собирают отряды нам, и мы рассказываем и показываем, опять же, какие-то моменты, которые происходят. Ведь эти же дети сейчас, они, смену находятся в лагере, но они же вернутся в город. Возвращаются в тот же город, да. В тот же город, где, опять же, вроде бы отдохнули 3 недели, 21 день, да, вот идёт смена. А отдохнули, вроде бы чуть-чуть бы и, опять же, подрасслабились. Но мы не даём, опять же, тем самым им подрасслабиться, напоминаем про то, что в городе всё так же опасно. Мы должны помнить про соблюдение правил дорожного движения. А мы и рассказываем, и показываем, и играем с ними в различные игры. Сейчас, в этом году, очень интересно, к нам представители ТЮЗа присоединились к кухонному театру. То есть артисты, которые так же сценками какими-то показывают какие-то сказки, несказки, вот, да, вот, по правилам дорожного движения на дорогу. Это же здорово, это интересно, потому что здесь главное вызвать интерес у ребёнка, да, в вашем рассказе, чтобы он не спал или говорил, а, мне всё равно. Не скучно, да, чтобы, конечно же, наша, наверное, основная задача, чтобы это было и не скучно ребёнку. Чтобы интерес проявить, мы максимально стараемся, чтобы это было интересно ребёнку, ну, и, опять же, он тем самым запоминал эти правила дорожного движения. Ну, и в дальнейшем, чтобы не только знал, но и соблюдал, когда будет на дороге в качестве участника дорожного движения. А по возрастам вы распределяете как-то, вот, сегодня в лагере мы едем к младшему возрасту, потом к старшекласснику, или они все вместе собираются в этом клубе? Смотря как нам собирают, в зависимости от того, как... Это от воспитателей зависит, да? От вожатых, да, от вожатых. Соответственно, как нам дадут, у них же свои тоже занятия, какие-то мероприятия. В каком-то лагере помладше дают детей. Мы там уже сами подстраиваемся и с кем-то, вот, говорю, играем, либо со старшими, там, рассказываем про старших, да, также нам дают. Здесь уже и, ну, чтобы заинтересовать, тоже какую-то ответственность, да, мы рассказываем, чтобы они понимали, что все-таки ответственность... Здесь мы, если младшему, да, либо среднему звену, так сказать, рассказываем просто про соблюдение правил, а старшие уже должны понимать, что это ответственность. Ну и не только ответственность, а самое-то главное последствие, что может произойти от того, если он нарушает эти правила. Одно дело, да, штраф, в том числе это и на родителей, если он управляет, опять же, каким-то устройством, либо электросамокатом, даже в том числе с ПДНом совместно работаем, различные рейдовые мероприятия в отдел полиции, до 18 лет таких участников доставляем, в ПДН передаем, уже родители несут ответственность. Ну и, опять же, должны понимать последствия. Вот мы пытаемся, да, вот до каждого ребенка достучаться, что произойдет, если он нарушит правила, что это все-таки какие-то последствия, это дорожно-транспортные происшествия. Вот вспомним тот случай, который вы рассказывали в предыдущей программе, когда девушка, управляя электросамокатом, пресловутое средство индивидуальной мобильности, подсадила себе на этот самокат 19-летнюю пассажирку, которая получила очень тяжелые травмы головного мозга, и она уже будет привлечена к уголовной ответственности. Верно. Напоминаю, что про электросамокат вдвоем нельзя кататься. Многие не понимают, что здесь страшного может произойти. Так вот, в случае так называемого дорожно-транспортного происшествия, все, что происходит с электросамокатами, это транспортное средство. Даже если участник упал, это будет дорожно-транспортное происшествие, ну и получил какие-то травмы. Если же такой участник передвигался не один, а вез с собой пассажира, и пассажиру нанесены травмы, то водитель данного устройства будет нести уже наказание, начиная от какой-то административного наказания, вплоть уже, да, в этом случае уголовной ответственности. А наглядные пособия, которые вы привозите, вы привозите с собой в лагеря, да, вот, то, что есть, да? То, что есть. Они как-то меняются? Насколько вот они уже интерактивно становятся? Что-то вот за годы поменялось, вот пока работает программа, по которой мы работаем, национальный проект? Конечно же, по разным, да, вот, видам каким-то участникам дорожного движения делаются, разрабатываются специальные листовки, да, вот какие-то плакаты в том числе, чтобы дети понимали, каждый год у нас какие-то всё-таки правила, ну, изменяются, да, меняются. Если бы мы приехали с такими плакатами, да, методичками 2010 года, то это уже очень устаревшая информация, порой, да, уже сейчас не действует уже, соответственно, ежегодно и она обновляется, то есть всё мы привозим более, так сказать, актуальное, более младшим школьникам, так сказать, да, которые в тех же лагерях находятся, в том числе у нас и даже раскраски по правилам есть. Даже раскраски? Даже раскраски, да, они вроде как и познавательные, детям раскрашивая, да, вот они, ну, опять же, тот же интерес, что вроде бы он просто раскрашит, но раскрашивает по правилам движения, и вот эти правила движения, там, опять же, различные категории, это и пешеходы, и когда он на остановку пришёл, и когда он едет в автомобиле, то есть он познаёт тем самым... А он ещё и запоминает, да? Запоминает, да. Вот я вот крашу зелёный цвет, да, и запоминает уже всё, что он... И занятия провели, раздали какую-то, да, вот раздатку, ну вот, да, в данном случае даже вот такие раскраски раздали. Ребёнок в дальнейшем, опять же, впоследствии, опять же, её увидел, раскрасил, либо она у него осталась, он каждый раз, так сказать, вспоминает и помнит про эти правила дорожных движений. А у старшеклассников какие-то используются компьютерные технологии? Как экзамены сдаёшь на права, да? Вопрос, правильный ответ выбираешь. Есть такой или ещё не дошло до этого? Ну, в школах мы проводим такие у нас, особенно вот, что касается компьютерных, да, вот, правил дорожного движения. Есть такие и у нас программки, но это по осени, в октябре, в ноябре, Всероссийская Олимпиада проходит, да, то есть это не только на территории города Твери, Всероссийская Олимпиада по ПДД. А участвуют все? С первого по девятый класс, да, можно поучаствовать и, соответственно, свои знания в правилах дорожного движения, то есть каким-то образом проверить. То есть все ли ты правила дорожного движения знаешь. Относительно помощников, Саш, юный инспектор дорожного движения, которые раньше были, существует такое движение и сейчас? Они не только раньше были, сейчас много, в каждой школе такие есть помощники, юные инспекторы движения, так называемые ребята, которые сами изучают правил дорожного движения, ну и этим правилом, так сказать, изучают, да, вот, своих сверстников. Да, 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 потому что одно дело, взрослый придет человек, а тем более у вас два человека. Своим языком, да, все дело. Два человека на всех, да? А здесь вам реальные помощники? Реальные помощники, которые, изучив эти правила дорожного движения, они своих сверстников, есть агитбригада даже так называемая, когда сценки ставят. Очень много таких у нас школ, у нас даже конкурс агитбригад, который вот в мае месяце в этом году проходил, школу участвовали в детском, в Дворце творчества детей и молодежи, где про эти правила рассказывали, ну и в том числе, как бы, не только они в стенах своих школ, они вот даже мы делали некоторые, так сказать, моменты, когда такие агитбригады выезжали в детские сады, даже в колледж мы ездили, когда показывали про правила движения студентам, то есть это реальные наши помощники. Это здорово, когда вот вы рассказывали, что в лагеря выезжают даже артисты профессиональные, помогают, это тоже воспринимается как-то больше, здесь не бывает лишнего, да, ничего, когда речь идет о безопасности жизни и здоровья. Со всех сторон максимально, да, мы как бы пытаемся, да, вот, чтобы это было максимально, и различными методами. Все лето это у вас лагеря, детские сады, да, это план на лето? Да. А с приходом нового учебного года, с наступлением, это уже у вас тоже пропаганда, план будет меняться уже в зависимости от ситуации? Ну, с началом учебного года, конечно же, у нас в сентябре так называемый месячник безопасности, он ежегодный уже, когда мы максимально ежедневно проводим различные мероприятия в самих школах, на дорогах, потому что дети, отвыкнув, опять же, от дороги, кто-то все лето может провести на даче, да, в деревне у бабушки где-то, и возвращается в город. И здесь, соответственно, за такой большой период времени, летние каникулы самые у детей длинные, три месяца, отвыкают. И мы, конечно же, с началом учебного года в сентябре максимально, то есть сразу же во все школы, соответственно, мы проводим различные мероприятия, чтобы дети привыкли, опять же, к нашей дороге. Я хочу, в свою очередь, обратиться к родителям, посмотрите, какую гигантскую работу проделывают сотрудники госавтоинспекции, помогите им, да, не упускайте из внимания своих детей, да, научите, просто-напросто, только сообща, мы придем к какому-то положительному результату. Не быть в стране, конечно же. Спасибо огромное. Напоминаю, что сегодня у меня в гостях был Александр Григорьев, старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отдела госавтоинспекции УМВД России по городу Твери. Спасибо, будьте здоровы и соблюдайте правила дорожного движения. До свидания. Продолжение следует...